Я считаю, что данное назначение вызывает у одесситов и улыбку, и вопросы, потому что если среди 40 миллионов жителей нашей страны не нашлось ни одного человека, который может возглавить Одесскую областную государственную администрацию, и нужно было назначить человека, который на родине разыскивается за целый ряд уголовных преступлений, то это вызывает вопросы, и я думаю, что это, скажем, не то назначение, которое на сегодняшний день может объединить и одесский политикум, и граждан Одесской области. Какие плюсы, какие минусы? Минусы, я считаю, что, еще раз повторюсь, что человек, который, мне сложно понять, как там господин Сякашвили отказывался от гражданства, потому что для получения украинского гражданства необходимо отказаться от любого другого, который имеешь, и у нас в этом гражданстве прямо запрещено Конституцией. Поэтому не сложно понять, как он получил украинское гражданство и, соответственно, стал государственным чиновником первого ранга, но я думаю, еще раз повторюсь, что в Украине его коллеги, его соратники достаточно много показали себя с негативной точки зрения, работая сейчас в правительстве, как члены команды Кабмина и других, скажем, органов. То есть больше опасений? Никаких реформ мы не увидели, а увидели скорее негативную работу. А как вы думаете, что это может быть? Высказывают политологи самые разные версии о том, что это может быть какой-то плацдарм для дальнейшей какой-то должности в Киеве, на управительстве? Мне сложно сказать. Я все-таки считаю, что нужно двигать представителей Украины на такие должности, наши в каждом собственном. Это мое личное мнение. Субтитры создавал DimaTorzok